В Магнитогорске выбрали «Женщину года». Финал конкурса под таким названием состоялся во Дворце культуры металлургов имени Сергея Рженкидзе. Его участницами стали 20 красавиц, членов профсоюзной организации группы ПАО ММК ГМПР. Кто в итоге завоевал главный титул, узнаете в сюжете Павла Берсенева. Из 50 участниц, которые пришли изначально, осталось только 20. Позади 4 этапа конкурса – презентационный, творческий, спортивный и кулинарный. Сейчас за каждым их движением на сцене следят не только многочисленные зрители, и болельщики в зале, но и члены жюри. Быть красивой, яркой, но одновременно заботливой и женственной – вот неполный список требований конкурсанткам. Во главу угла мы ставим дом. Обычная женщина, какая в быту, какая дома. Поэтому это стояло на первом месте. И поэтому, когда мы проводили отборочный тур, многие участницы пришли со своими детьми. И первый конкурс, когда они представляли себя, они представляли свою семью, свою работу. Заботливая мама в первую очередь и инженер по охране труда управления подготовки производства механо-ремонтного комплекса во вторую. Юлия Жилоба рассказывает, что полгода приходилось буквально разрываться между семьей, работой и репетициями. Все время с девушками работали модельеры, дизайнеры, фотографы, специалисты по различным направлениям. Впрочем, время потрачено не впустую. Конкурсантки заметно лучше держатся на сцене. Даже Юлия в творческом номере выдало зрителям и зарядную дозу драйва. В финальное дефиле в вечерних платьях конкурсантки выстраиваются на сцене. Именно к этому они шли несколько месяцев. До оглашения итогов остаются считанные минуты. Такие важные для каждой из них. Дамы утопают в цветах и подарках от многочисленных спонсоров. И вот он самый важный момент. Конверт с именем победительницы вскрыт. Ей становится Юлия Жлоба. Я хотела бы выразить огромную благодарность моим болельщикам, потому что это нереальная поддержка. Я их чувствовала каждой частичкой своего тела за кулисами. Слышала, как они кричали, как они за меня переживали. Спасибо моей маме, дочке, всем родным, которые меня поддерживали. Моему руководству. Большое вам спасибо. Самый главный зритель. Павел Берсенев, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.